Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Часто задается мне вопрос, он задавался в прошлом году, я записывала подобное видео, и он звучит сейчас, про то, как итальянцы празднуют Рождество. Расскажу в этом видео, как итальянцы празднуют Рождество, но я думаю, что это видео будет интересно прежде всего мамам маленьких детей, мамам, которые слегка устали, устали от своих материнских будней, мамам, у которых дети, возможно, еще не пошли в детский сад, но вот-вот им исполнится три года, и действительно вздохнется несколько легче, чем дышалась до этого, потому что, когда рождается ребенок, тем более, когда рождается один за другим, действительно, твоя жизнь, она вот так, и ты сама вот так. Ну и, возможно, это видео будет также полезно взрослым, а точнее мамам взрослых детей, родителям вообще взрослых детей, достаточно взрослых, то есть вот этого предподросткового периода, который очень-очень-очень сложен, когда ты задаешься вопросом, как вообще тебя могут не слышать, как тебя могут не понимать, как постоянно приходится напоминать об одном и том же, и вообще, когда ты разговариваешь, создается иногда впечатление, что ты сама с собой пообщалась, а не какого результата, самое главное. И да, почему именно так? Я рассказывала, как я однажды побывала совершенно случайно, на самом деле я не посещаю родительские собрания, прежде всего, потому что они в Италии проходят 9 часов вечера, это очень неудобно, мне детей нужно укладывать, спать, их нужно мыть, их нужно кормить, но однажды я поехала на собрание, потому что меня директор сада очень просила быть, это собрание, которое было связано с тем, что дети, то есть вот Данечка, должен был пойти в детский сад, соответственно, родители, что называется, инструктировали, им рассказывали о том, как это будет происходить, о том, о чем важно помнить, и это собрание для меня явилось очень полезным, также еще и потому, что я услышала фразу, и на тему этой фразы я даже видео записала, что интересного я узнала на детском собрании, в детском саду, а фраза была очень простая, это была фраза, поскольку сад католический, но это очень важно понимать, в какой стране мы находимся, и я думаю, что зрительницы, допустим, из Испании, совершенно точно могут подтвердить мое ощущение Рождества здесь, в Италии, после просмотра этого видео, сказать, да, Яна у нас так же, либо нет у нас по-другому, но почему-то мне кажется, что да, так же, так вот, там была сказана очень интересная вещь, о том, что вы, родители, должны относиться к своему ребенку, как к дару, это подарок, который был вам подарен, опять же, здесь есть люди разных вероисповеданий, здесь можно по-разному трактовать, но самое важное, не важно, кем был этот дар нам дан, судьбой, фортуной, Богом, как угодно мы можем это трактовать, очень важно помнить, что ребенок – это дар. Так вот, понимание ребенка как дара в семье вообще, между двумя родителями, и то, как родители к нему должны относиться, и желательно бы, чтобы относились, к тому, как относятся к нему взрослые, и вообще вся система дошкольного образования прежде всего, проистекает, конечно же, из понятия дара, который был совершен человечеству. Я, на самом деле, здесь боюсь быть неточной с терминологией, уж точно никого не хочу обидеть, в особенности верующих людей, и в особенности заядлых атеистов, но, тем не менее, нельзя отрицать, что понимание маленького ребенка, который был дарован человечеству во искупление грехов, опять же, очень мало кто знает, почему мы празднуем приход Иисуса в нашу жизнь, в человеческий мир, почему это был дар, почему это был беспрецедентный шаг любви к людям, к человечеству. Мало кто знает, что до искупления первородного греха, который и был искуплен на кресте Христом, люди, праведники, либо грешники, все отправлялись в ад. И только когда Иисус пострадал за все человечество, и своими страданиями скупил первородный грех и человеческие грехи, вот только тогда люди стали попадать, кто в рай, а кто в ад. И вот когда мы понимаем, понимаем, скажем так, почему это был дар, то есть дар своего ребенка, потому что в католичестве совершенно точно существует понимание отец-сын и, соответственно, Иисус-ребенок. Поэтому Рождество и празднование Рождества — это полностью имаджины, то есть это полностью картинка понимания важности ребенка, этого ребенка, маленького ребенка, который был подарен всем людям, точнее, его приход, его рождение — это был подарок для всех людей, кто жил до и кто будет жить после. И, соответственно, вот это понимание, что детям дарятся подарки, это, опять же, вспоминаю волков, которые пришли поздравить с рождением ребенка, пришли порадовать этого ребенка, пришли вызвать у него улыбку. Поэтому Рождество в Италии — это исключительно по своей сути праздник для детей, потому что дети являются неким олицетворением Джизу-бамбину, маленького Иисуса-младенца. Опять же, у нас в православии несколько другая трактовка всего происходившего, но, тем не менее, здесь, в католичестве, детей особенно балуют. Это именно детский праздник, потому что родился маленький Иисус, маленький ребенок. Детям дарят подарки, и, опять же, у нас идея Нового года и идея Рождества на Рождество. Вообще, насколько я знаю, в России не принято дарить подарки. На Новый год принято дарить какие-то прямо-таки очень-очень серьезные подарки. В то время как в Италии одной из особенностей празднования Нового года и Рождества, во-первых, на Новый год не дарятся подарки вообще. Дарятся подарки только если я пришла кому-то в гости, и я дарю подарок как человек, пришедший в гости. Это может быть бутылка вина, это может быть букет для хозяйки, может быть и бутылка вина, и букет для хозяйки. То есть это что-то незначительное. Это некий комплимент этому дому, который принимает меня сегодня за своим столом. Соответственно, подарки дарятся первые незначительные взрослым членам семьи. И опять же, мы должны понимать, что из-за того, что празднуют детей прежде всего как некий прообраз Иисуса, младенца, соответственно, всем остальным подарки дарятся попутно. Ну и опять же, всем остальным подарки дарятся попутно, потому что это все-таки стало, Рождество стало праздником очень и очень семейным. В Италии есть пословица «Иль Натали кон и твой», то есть Рождество ты проводишь с твоими, с твоей семьей, «Иль Капо Данно кон ки вой», то есть Новый год, Капо Данно, с кем хочешь можешь праздновать. И обычно празднуется Рождество, скажем так, в два этапа, как мы бы могли сказать в России. Для нас это все тоже очень непривычно, хотя если я скажу итальянцу, ты празднуешь Рождество в два этапа, он очень сильно удивится. Есть рождественский ужин, который накануне Рождества происходит. И есть рождественский обед, который происходит уже непосредственно 25 декабря. Обычно семья отправляется к родителям мужа накануне, то есть получается на рождественский ужин, и к родителям жены, либо невесты, если еще не оформлен брак, на непосредственно рождественский обед. То есть в Италии принято проводить и рождественский ужин, и рождественский обед. Как правило, итальянцы празднуют Рождество обедом, либо ужином. Опять же праздновать несколько странно звучит. Отмечают Рождество дома, но принято также заказывать где-то ужин в ресторане. Мы очень хотели в этом году куда-то выйти, но мы поняли, что Данечка просто в 9 часов уже у нас... Кстати, мы сделали пробный выход на ужин. Обычно с детьми мы никогда не выезжаем. Мы сделали пробный выход, и это было сложно. То есть мы вернулись в 9.15, и Данечка тут вообще уже был капризный. В 9.20 он уже, в общем-то, лег в постель и тут же за 3 минуты заснул. Соответственно, в этом году мы тоже будем праздновать Рождество, отмечать Рождество будем за рождественским столом. Вечером есть ли особенность меню? Да, я знаю, что есть особенность меню, она связана с рыбой каким-то образом, но честно не могу сказать, как обстоят, какие блюда конкретно являются характеристикой рождественского обеда, либо рождественского ужина, но это связано с рыбой. И я думаю, что у нас в России тоже есть какие-то подобные ограничения, что называется, до первой звезды, если я не ошибаюсь. А возможно, я ошибаюсь, поэтому да, есть какие-то характеристики с рыбой, с мясом, если я не ошибаюсь, все-таки рыбу едят на ужин, и мясо можно уже есть на рождественский обед. Подарки. Какие подарки дарятся? Как я уже сказала, незначительные подарки дарятся взрослым членам семьи. Это может быть что-то нужное в быту, это может быть пара носков, это может быть какой-нибудь халат, либо спортивный костюм. То есть вот действительно что-то номинальное, ни о каких подарках в виде украшений, в виде, допустим, дорогой сумки, речи не идет. Все эти вещи в Италии дарятся, как правило, на день рождения, либо они могут дариться на какое-то событие, например, свадьба. Свадьба дочери, ей могут подарить очень хороший подарок, например, сумку, о которой она мечтает, либо какое-то украшение, возможно, даже семейное. Либо очень часто делаются очень серьезные подарки со стороны семьи, когда человек получает лауре, то есть когда он дипломируется, становится дипломированным специалистом, он выпускается из университета в Италии, выпуститься из университета, это очень серьезное событие. Учиться в Италии, как я думаю, во всей Европе достаточно сложно, это очень серьезный процесс, дать сессию также очень сложно, поэтому очень часто какие-то именно серьезные в нашем российском понимании подарки делаются на эти случаи, но никак не на Рождество. Новый год, повторюсь, никак не отмечается подарками ни взрослым, ни детям, также еще и потому, что есть в Италии праздник Бефония. И здесь я всегда ошибаюсь, какого числа же вам празднуется, шестого либо седьмого этот праздник, и, соответственно, дети получают подарки. Я думаю, что многие, кто изучали английский язык, знают эту историю, что те дети, которые плохо себя вели, получают угольки, угольки вместо подарков, а дети, которые себя вели хорошо, получают подарки. Но я думаю, что не стоит говорить и упоминать, что я уже очень-очень давно, никто из современных детей и из детей, предшествующих современным детям, не получает угольки. Вот таким я вижу Рождество в Италии, глазами прежде всего человека, который большую часть своей жизни Рождество, конечно же, не отмечал. И до определенных лет вообще не знал о существовании этого праздника. Всем желаю предновогоднего настроения, праздничного настроения. Не важно, когда вы будете отмечать Рождество. До Нового года, либо после Нового года. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.